и от него прям пахла кожа я взяла себе обувь повязка 399 рублей я честно говоря я прям ну не ожидала что такие придут такое приятное вообще я еще закажу такие мне нравится джемпер я же такое привет мои хорошие с вами селена свои и сегодня у нас будет видео покупочки я покажу что я приобрела себе за последнее время на самом деле я не снимала давно покупки именно потому что какой-то разброс очень сильно я покупала то есть что-то покупала там три месяца назад что-то два месяца назад и половину я уже забыла на самом деле просто не было такого обычно я снимаю покупки когда реально там ближайшую неделю все так закупила себе я прям не распаковываю но все стоит думаю покажу а в этот раз я уже и носила что-то и ну вот последние покупки мои были свеженькие я их покажу и то что я нашла вспомнила из прошлого что я покупала вам не показывала я тоже покажу и так первое что я покажу это свою курточку кожаную вы еще наверное даже не видели я ее одевала один раз наверное да я ее один раз всего лишь одевала во влоге может быть вы увидите хотя было жарко по моему в итоге я ее не одела мне очень понравилась моделька это патриция пепе я надеюсь я правильно читаю такая вот курточка мне она понравилась я на нее долго смотрела я ее купила не сразу и пришла сначала магазин померила так она мне села но она дороговатая и сначала мне было жалко денег на нее но потом когда я ходила и ничего интереснее не нашла я все-таки решила раскошелиться и еще дождалась скидки и в общем-то ее приобрела себе вот здесь очень интересный крой вверх вот такой вот симпатичненький такие же рукавчики вот мне она показалась очень такой знаете красивой и еще здесь такая внизу как это сказать из ткани из ткани поясок который очень красиво ну она такая смотрится очень интересно в общем не как все мои допустим кожаные куртки натуральная кожа стопроцентная очень хорошая в принципе ну потряси я пп я думаю все знают эту марку да в общем я решила себе ее приобрести в общем вот такая вот кожаная куртка в которой вы меня увидите в ближайшее время она такая более классическая вообще у меня куртки все мои они такие знаете более похожи может быть даже на косухи какие-то а это такая классическая курточка у меня была давно давно одна но она уже испортилась и покупала еще в москве да она уже под испортилась и поэтому классическая курточка должна быть то есть это такая знаете под туфельки хотя любую куртку можно под туфельки одеть но это прям такая под платьица очень красиво круто смотрится остальные более такие я не знаю более такие дерзкие такие что ли в общем сложно оценить в общем Посмотрите, как она на мне сидит. Следующая покупка, а, это то, что я давно брала, давайте уже скажу, брюки тоже, я их одевала один раз, возможно, даже не засняла, это у меня Weekend Max Mara, да, взяла вот такие бежевые брючки, мне показались они очень хорошего качества, и, в принципе, сидят очень хорошо, очень мне нравится, как попка в них смотрится, и длинные, длинные, длинные брючки. Длинная нога, на самом деле, это тоже очень круто, бежевых у меня не было, и я люблю черная курточка, черная обувь, бежевые брючки, в общем, взяла вот такие вот брючки, хорошего качества, на самом деле, мне очень нравится, здесь хлопок, я к хлопку очень хорошо отношусь, в общем, посмотрите, как сидит, просто классические бежевые брючки, должны быть, вот я их тоже приобрела уже давненько. Следующие две футболки я себе взяла, вот эту вы, наверное, видели недавно, я ходила в кальяну, я не знаю до сих пор, как читается эта марка, посмотрите, это спортивная марка, у нас недавно, кстати, открылся магазин, этот, а вообще этот магазин в Москве, я его первый раз увидела в Атриуме. Я читаю, например, так, Under Armour, может быть, читается эта марка как-то по-другому, маечка вроде понравилась, тем в инстаграме фоточка была, вот, и я ее взяла вообще под кроссовки, которые мне подарила на день рождения моя любашка, оранжевая, я решила взять такую футболочку, просто чтобы как бы стильно было все. И вот такую футболку, может быть, вы давно ее видели, я ее проносила все лето, я ее брала давно, это фирма Baon, я никогда не заходила, честно говоря, в этот магазин, ну, как, заходила, но что-то мне ничего не понравилось, но решила взять футболочку, девчонки, на самом деле, эту футболку я обожаю, офигенный принт, который подходит, вот, все. Качество самой футболки замечательно, потому что я ее стирала практически каждый день, просто она ни на граммульку не испортилась, ну, как бы, не, немножко, конечно, может быть, испортилась, да, но в целом она смотрится очень хорошо, и как бы не закошлательная, ничего, то есть, да, катышками не покрылась, то есть, она легкая, красивая, очень приятная прям к телу, короче, я ее обожаю, и поняла, что в Baon, возможно, качественные вещи в целом, можно еще что-нибудь приобрести, но эту футболку я обожаю. Подходит под все, очень красиво, у меня даже фотосессия в ней была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Филипп Лейн, я раньше Филипп Лейн называла, Филипп Лейн, по-моему, правильно, да, поправьте меня в комментариях, пожалуйста, как правильно, Филипп Лейн, по-моему, или Филипп Лейн, не, Филипп Лейн. Филипп Лейн, короче, и от него прям пахла кожа, я в очереди стояла за ним, с ребенком был, и от него пахла кожа, я думаю, вот, здесь не ошибешься, да, 100% кожа. Филипп Лейн, короче, рюкзак, нашла единственный, как помните, я долго-долго искала рюкзаки, хотела какой-то необычный рюкзак, хотела с какими-то, может, точками, вы видели, там, я Балдинини выбирала себе, мне очень понравился Балдинини в Москве, я заходила, рюкзачок, ну, почему-то 50 на 50, как-то люди там, мне очень понравился, но мне он не понравился тем, что он был чуть-чуть кожаный, чуть-чуть там бархатный, и очень много пайеток, то есть он был такой яркий такой, да, интересный, ну, кстати, там еще со скидкой продавался, я могла его купить где-то за 15 тысяч, Балдинини, хотя у Балдинини, я зашла в наш магазин здесь, и новую коллекцию посмотрела, там 44 тысячи стоят рюкзаки, вот, и мне понравился там только один, и то не совсем 100% прям мое, то есть он в целом мне понравился, как смотрится, а так не очень. Ну, короче, я такой рюкзак дорогой не хотела покупать за 44 тысячи, я вообще смотрела что-то до 15 тысяч какой-то рюкзак, естественно, хотела кожаную, то есть можно кожаную купить до 15 тысяч, очень много марок каких-то, где 15-20 тысяч, и это нифига не кожа, вот, мне это не нравилось. В общем, выбирала что-то необычное, в итоге я купила просто классический, потому что много где сейчас в брендах представлены вот такие классические черные рюкзаки, таких много где. Я выбирала, чтобы было отделение одно большое, чтобы оно вот так открывалось, и все было видно, да, чтобы внутри были кармашки, здесь есть кармашки, с одной и с другой стороны, чтобы он был кожаный, и чтобы обязательно хотя бы еще одно отделение было здесь, вот, здесь еще одно отделение. Замки здесь очень круто, прям вообще просто, как по маслу, знаете, вот, я прям наслаждаюсь каждый раз, открывая замочек. Это итальянская марка Угари, может быть, вы знаете, да, цена его была 16 тысяч, я его взяла с очень хорошей скидкой, 16 с чем-то, я его взяла с очень хорошей скидкой, там, где я брала, их уже нет, я брала последний, и кожаных рюкзаков там тоже больше не было, все остальные не кожаные. Вот такой рюкзак, я с ним уже хожу, кайфую, черный мне нужен. Вообще, очень много рюкзаков у меня, которые, знаете, не кожаные, просто взяла какое-то там за 3 тысячи, за 5 тысяч, и они не кожаные, лежат, очень быстро портятся, вот, например, тот же ГЕС, который я взяла, да, то есть я его купила в начале лета, да, или осенью, короче, я полгода, мне кажется, с ним походила, он не кожаный, и весь потерся. А, брала его за 100 евро, но вообще он в магазине у нас стоил 10 тысяч рублей, 10 500, это была новая коллекция. Поэтому я решила взять уже кожу, чтобы, ну, как бы, надолго, ну, посмотрим, хотя натуральная кожа тоже может изнашиваться. Следующая моя покупка, это Суперстеп в магазине покупала, это единственный представитель в Ростове, где продают мартинсы, да, доктор Мартинс, я взяла себе обувь. Та-дам! Вообще, это, короче, знаете, как, я должна была себе сделать подарок, я там участвовала в марафоне желаний, вам рассказывала, да, и там, ну, один такой момент, я не буду рассказывать все моменты, один такой момент, что ты там делаешь желание, и тебе его нужно исполнить. Я очень хотела себе купить рюкзак, и хотела купить себе мартинсы. Ну, получилось так, что я сначала купила рюкзак, но до конца не была удовлетворена, думаю, нет еще, и вот мартинсы, это именно то, что прям я хотела купить, потому что я тоже на них очень долго смотрела. Стоят они 16, так, 16 799, это у меня получилось вместе с вот такой вот силиконовой губкой, потому что за ними нужен определенный уход. Сейчас я вам расскажу, что я про них знаю, и почему я их себе купила. Значит, вот такие ботинки, тут змейка спереди, спереди, змейка сбоку, шнурки. Это невысокая посадка, потому что были там выше еще, но мне выше не надо, мне вот нужны были прям вот такие ботиночки. Что я знаю об этих мартинсах теперь, да, что здесь какая-то необыкновенная технология подошвы, здесь какие-то баллоны, которые, когда вы начинаете ходить, подстраиваются под вашу ногу. В общем, здесь супер-пупер колодка для ноги, удобно. Кожа у меня обычная, не ламинированная, еще продается ламинированная, но она более жесткая. Вроде бы она как разнашивается, но все, что ламинированное, я померила, мне не понравилось, потому что мне давило вот здесь, вот где-то здесь, и это было некомфортно. Ламинированные, они вообще, говорят, неубиваемые, да, но не ламинированные, они более мягче, поэтому я взяла вот такую модель. Здесь еще прикол в том, что, видите, вот здесь вот змейка, да, вообще я планирую ходить вот так с расстегнутой змейкой, мне нравится. И еще вот эту вставку можно убрать, останется один язычок и просто носить как классические ботинки. Это я люблю, если что-то надоело, но боюсь, мне надоест, и я буду их носить только так, потому что мне нравится именно эта змейка. Они полностью кожаные, они делаются вручную, поэтому вообще на ламода можно еще заказать такие, да, и возможно там на тысячу, на пару тысяч можно даже дешевле найти. Ну, смотря какие, это как бы стояло в магазине, новая коллекция, да, то есть у них все время какие-то коллекции разные, у них прошивка все время здесь разная, белые нитки или красные. Какая-то коллекция всегда посвящена какому-то дню конкретно, то есть, ну, в общем-то, у них своя какая-то политика интересная, да. На них еще не бывает скидок. Я все спрашивала, как мне получить скидку, единственное, только если ты там, я зарегистрировалась, да, и мне сделали кэшбэк, 800 рублей мне сделали кэшбэк на карту, и до Нового года, если я буду что-то покупать, то мне сделают там, ну, как бы на любую покупку скидку, но конкретно на Мартинсы говорят, скидок нет и не найдете. А, вот, про ламоду что хотела сказать, что продавцы вообще не рекомендуют брать Мартинсы именно в интернет-магазинах, потому что их обязательно нужно мерить. Из-за того, что они делают каждую обувь вручную, из-за этого может одна и та же обувь, один и тот же размер, сидеть по-разному, поэтому обязательно нужно их померить, походить, и если они вам нравятся, то лучше переплатить эти 2000, да, в магазине именно, но понимать точно, что они подходят, хорошо сидят и нигде не давят, потому что с интернет-магазинами, как мы понимаем, все намного сложнее. Придет вам тот же размер, где-то что-то давит, не так сидит, и поменять потом очень сложно, вот. Но на ламоде на них тоже не было скидки, я им говорю, а скидки на ламоде там есть дешевле, наверное, он уже заглянул, посмотрел и говорит, их там вообще нет, именно такой модели. Я пришла, померила 38 размер, мне показался он небольшеватый, я ждала, пока к ним придет через неделю 37 размер. Пришла 37 размер, мне просто впритык, и продавец также говорит, что если у вас 37 с половиной, то берите 38, потому что это ботинки, они не должны нигде давить сразу, лучше брать больше. Ну и, соответственно, они идут как бы и на зиму, да, под теплый носок. В общем, 38 походила, мне супер-пупер понравилась, вот такая подошва у них, в общем, они крутые, классные. А, и почему я их купила? На самом деле, я вообще, доктор Мартинс, ну, как бы слышала эту марку, ну, как бы не знала все эти плюсы, да. И, когда я была в Москве, там была очень интересная девочка, которая мне понравилась, Жанна, она была в Мартинсах, тоже у нее были невысокие такие, она была в Мартинсах в этих, в кожаной куртке. Мне очень понравился образ, она меня привлекла, я вообще ботинки очень люблю, то есть мне понравился образ, как она одета. Потом где-то в разговоре, что-то мы начали там, где-то она что-то заказывала, говорили о покупках, мы уже с ней познакомили, начали общаться. Кто-то у нее что-то спросил, и она так сказала, это же Мартинсы, вот как-то, а так она о них отозвалась, типа, что как будто все должны знать, и это какая-то хорошая марка, вот просто. Я такая думаю, что за Мартинсы, надо пойти и узнать. И все, я залезла в интернет, проштудировала, посмотрела, потом узнала, где у нас официальное представительство, пошла, померила, мне реально понравилось, как они сидят, и продавец мне рассказал все эти плюсы. Потом я начала в Инстаграме замечать, что очень много девчоночек фотографируются в платьях, то есть ботинки эти очень круто сидят под платье, знаете, там, ну под любую одежду, то есть реально крутые, классные ботинки. Вот, и у меня как раз-таки на зиму и на осень там я ношу одни сапоги, которые мне удобные, но я их ношу уже, я не знаю, сколько девочки, больше пяти лет, черные. Я уже давно хотела себе что-то новое купить, поэтому спасибо Жанне, не знаю, она вряд ли меня, конечно, смотрит, вот, но спасибо Жанне за то, что вот такие вот вставки она делала, и вот я на Мартинсы привлеклась. В общем, посмотрите, как они на мне сидят, этой покупкой я довольна, и, честно говоря, хочу холода, не ругайте меня, я хочу холода, чтобы их поносить. Еще за ними нужен особый уход, я купила вот такую вот, ну то есть должно быть везде в уходе написано силикон, не должно быть масла и не должно быть воды, или нет, только масло. Ну, короче, я взяла вот эту специальную губку, которую надо обрабатывать, еще мне нужно в своих многочисленных уходах посмотреть, нет ли там в составе масла, если нет, то можно пользоваться, потому что, говорит, если вы попшикаете, допустим, водоотталкивающим, и там будет масло, то потом нужна будет только химчистка. В общем, за ними нужен уход особый. Я не против, буду ухаживать. И следующие покупочки, это Фаберлик. Но стойте, 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 не выключайтесь, потому что в этот раз необычные покупки Фаберлик, какие-то тренажеры. У меня тут отдельная целая... Так, отдельная целая... А, подождите, стойте, подарок мне прислала девочка, одна из моих подписчиц, вот такой вот подарок, он долго для меня шел, она живет где-то за границей. Я уже все забыла даже, на самом деле. Вот, она заказывала на Асос, она, по-моему, увидела, что... Ну, она знает, что я люблю кофе, и я где-то в магазине, во влоге, видела такие стаканчики, говорю, вот мне нравятся такие стаканчики. Представляете, она такая милая девочка, поцелуйку, она заказала мне вот такой стаканчик, чтобы мне его прислали. Вот, теперь я буду пить кофе вот из такого стаканчика, брать его с собой. Вот, открывается, закрывается, такой вот классный стаканчик. Вот, помните, я показывала вам, вот они разные такие цветные там бывают. В общем, серый, универсальный цвет, с прорезинкой здесь. Спасибо, дорогая, мне очень приятно. Я его тоже вот так хранила, чтобы скорее показать. Буду пить кофе. Спасибо вам, милые мои, за внимание, за подарки. Я, на самом деле, очень ценю, когда вы что-то где-то услышали, и вот прямо исходя из этого, делайте мне какой-то подарок. Это очень ценно, потому что внимательных и заботливых людей в мире очень мало. Поэтому оставайтесь такими же, это очень круто. Так, купила вот такую вот, сейчас подождите, к самому интересному, попозже подойдем. Вот такую вот, я уже снимала с ней видео. Так как у меня второй канал, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Там идет тест-обзор точечный конкретно продуктов, и для девочек это будет очень интересно. И так как я снимаю очень много обзоров, там, по лицу, какие-то маски тестирую, то я люблю выглядеть очень интересно. Поэтому я покупаю разные вот такие вот повязочки. Когда я, мама, мама увидела этот цвет, такая, вау, что это такое? Я говорю, это повязка. Фаберлик на сайте пока заказывала. Она говорит, ты мне закажи, мне закажи. Вообще, я не планировала ей заказывать. Я говорю, сама закажешь себе. Она тоже заказывает у меня в Фаберлик, все. Но почему-то их оказалось две, когда... Я говорю, а, я все-таки две заказала, да? Так что, мама, забирай. Прикольненькая такая штучка, бантик. Цвет вообще огонь. Еще я заказала сережки. Но они пришли какие-то, честно говоря, я прям, ну, не ожидала, что такие придут. Я думала, будут интереснее. Вот сережки. В общем, сережки эти такие симпатичные, но когда я смотрела их на картинки, я думала, что они будут какие-то другие. Поэтому, когда я их вот так они пришли увидела, думаю, ну, так себе. Ну, ничего, под что-нибудь одену. Так, 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 так. Для стекла, смотрите. Взяла себе какую-то специальную салфетку-очиститель для стекла. Салфетка для стекла. Какая-то интересная ткань вообще. Ну-ка. Ткань интересная. Говорят, написано, говорят, написано, что она не оставляет разводов. То есть, это не махровая какая-то. Это не такая, которая продезиненная, продается в фикс-прассе. Это какая-то совершенно другая. Да? Но надо будет протереть. Как раз у меня грязное, заляпанное большое зеркало. Мы сейчас с вами вместе протрем. В общем, вот такая вот салфетка для очистки стекол. Так, вам может быть не видно сейчас грязное зеркало, но я его вижу. Сейчас я протру его вот так вот влажной салфеткой, обычная салфетка. Вот так вот протру кусочек. Все, не буду протирать при вас. Все, теперь она полностью мокрая. И я беру эту салфетку, надеюсь, я правильно делаю. Не знаю, какой стороной, потому что две разные стороны здесь. И протираю зеркало. Смотрю, что происходит. Так. Насухо. Не должно быть никаких разводов. Все должно быть красиво. Слушайте, ну, не обманули, так и есть. Все высохло. Никаких разводов. Круто, мне нравится. Цены, кстати, сказать вам. Салфетка стоит такая, 159 рублей. Повязка 399 рублей. Я не знала, что она такая дорогая. У меня дорогая повязка. Сережки стоят 299 рублей. Дальше из ткани я взяла вот такой вот необычный. Это я решила разнообразить. Это у меня полотенца какие-то все не очень мне нравятся, которые висят на кухне. А здесь такое милое полотенце кухонное из микрофибры. Звездопад. Смотрите, какое оно миленькое, красивенькое. Мне очень понравилась расцветка. Такое приятное вообще. Я еще закажу такие. Мне нравится. Все. Теперь моя кухня заиграется всеми другими красками. Вот совсем другое дело. Очень приятное. Прям мне нравится. Так, полотенца стоит 199 рублей. Дальше, 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 дальше. Какая-то футболка. Я, честно говоря, когда ее увидела, я офигела. Я что, заказала футболку. Так, футболка стоит джемпер. Трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины цвет белый. Стоит 899 рублей. Джемпер? Что это значит? Это футболка. Почему джемпер? Красиво? Ну, я взяла видосики вам снимать. Красиво. Смотрите, здесь рукавчик вот так закатанный. Какой красивый рисунок. Мне очень нравится. Сердечко такое. Класс? Все для вас. Чтобы ваши глазки видели яркие-яркие краски. Так, еще необычный момент. Это такой роликовый массажер для тела. Я взяла. Слушайте, он как будто сделан из какого-то камня. Смотрите. Он небольшой такой в ручку помещается. Здесь вот такой вот камень крутится. Камень, видите, какой-то тяжеленький. Но на самом деле легкий он. И вот типа вот так вот это массаж делать. Что-то этот камень, наверное, делает. Давайте я прочитаю его свойства. Компактный и удобный к применению. Если вы любите использовать массажные масла, то в нижней части массажера есть специальное отверстие, куда их можно добавлять. А, вот дырчик, смотрите. Сюда добавляешь масло и фигачишь. Так, так как массажер не боится воды, его можно применять в бане и сауне. После использования масла промойте массажер под струей воды с мощным средством. Круто. Свойства. Снимает мышечные боли, напряжение, общую усталость. Улучшает циркуляцию крови. Улучшает самочувствие путем воздействия на рефлекторные зоны. Оказывает профилактическое действие против плоскоступия. И устраняет целлюлит. И предотвращает его появление. Ой, это точно для целлюлита. Еще здесь на картинке нарисовано именно в какие зоны и как нужно его вращать. Да, там вот по спине. Вот здесь вот написано. Вот здесь, смотрите, раз, раз. Вот так вращать. На ногах. Это вот плоскоступие, кстати. Вот это мне полезно. Внизу части живота. Прикольная вещь. Я сделаю отдельный обзор и сделаю себе массаж на всех вот этих точках, которые здесь нарисованы. И с маслом сделаю. В общем, на моем втором канале. Прикольная вещица. А стоит она, кстати, она, по-моему, недорого там стоила. Роликовый массажер 599 рублей. Нормальная цена. Мне кажется, она из какого-то камня, если честно, сделана. Что-то за камень, не могу понять. Состава не вижу. Материал. АБС, пластик, силикон, полимерная смола. Наверное, вот это полимерная смола. Не знаю. И последнее. Смотрите, что я взяла. Пу-пум, пу-пум. Запечатанный так хорошо пришел. Это какой-то, ну смотрите, балансировщик. Видите, девушка стоит на ноге, балансирует. И мне очень тоже интересно было его попробовать. Ну нет. Пошла за ножницами. Батарейка садится, надо скорее снимать. Опа. Вот оно. Выглядит вот так. Такой здоровенький. С другой стороны у него вот такая маленькая поверхность, на которой нужно будет стоять. Давайте я сейчас побалансирую и закончим. Ля, что это такое? Ля, косяк. Он потертый какой-то. Его что, использовали уже? Почему мне принесли потертый? Вообще. Ну вот это не очень на самом деле хорошо. Хотя по большому счету, конечно, мне для занятия пофиг, да, что здесь фаберлик стерто. Но как бы не очень приятный момент. Ещё надо научиться стоять на этой штучке. На серединку сначала. Теперь. Ой, не грохнути. Вот. И типа балансируем. Прикольно. Мне нравится. На ней можно делать очень много упражнений всяких разных. Вот. На ней вот так надо стоять. Нифига себе. На одной ножке поднимать. Это тяжело. На одной ножке балансируем. И постою, да? А вторую... Так, сейчас придержусь сначала. А вторую типа поднимаем. Так, да? Слушайте, так ноги качаются конкретно. Вот мои руки. Мне нравится. Всё, мои хорошие. На этом мои покупочки закончены. Если вам понравилось... Закончены мои покупочки. Если вам понравилось моё видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Основной ставьте колокольчик. Подписывайтесь? Пописывайтесь? Подписывайтесь на мой второй канал. Ссылка на который будет под видео. И тоже там ставьте колокольчик. Как только там стукнет 10 тысяч подписчиков, я сделаю для вас отдельный конкурс на том втором канале. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, пока!